Во время проверки исполнения бюджета Министерства транспорта и дорог за 2018 год счетная палата обнаружила, что объем финансовых нарушений в ведомстве составило около 109 миллионов сомов. Нарушения в основном связаны с перерасходованием бюджетных средств и неэффективным использованием сумм, выделенных на строительство объектов. В частности, по проекту реабилитации автодороги Бишкек-Ош сумма нарушений составила 421 тысяч долларов. По проекту автодороги Тарас-Таласу-Самыр цифры переваливают за 800 тысяч долларов США. Нерационально использованные средства составили 3 миллиона сомов, а резервы и потери бюджета почти 10 миллионов сомов. Министерство транспорта должно возместить 108 миллионов сомов. Мы отправили соответствующее предписание министерству. Если же вышеперечисленные суммы не будут возмещены, то мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и во исполнение закона. В министерстве транспорта и дорог заявили, что в бюджет уже возместили около 35 миллионов сомов. Ну а часть финансовых нарушений планируют покрыть за счет средств подрядчиков. Ведомстве считают, что такого рода недочет в миллионы – это обыденное явление, так сказать, человеческий фактор. Необходимо также отметить, что по аудитам счетной палаты были даны соответствующие предписания и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. И в данное время министерство транспорта и дорог Крымской республики ведет работу по устранению этих недостатков. Необходимо отметить, что никаких хищений и присвоений не было со стороны министерства транспорта и дорог. Это повседневная производственная деятельность, где могут быть недочеты, которые впоследствии устраняются. Напомню, что по информации счетной палаты Минтранс не раз становился лидером в финансовых нарушениях. Например, в 2017 году ведомстве допустили объем финансовых нарушений на 257 миллионов сомов. Также так называемые черные дыры, куда утекают миллионы, выявлены и в министерстве образования. Почти 50 миллионов сомов, выделенных из госбюджета, использованы были по данным счетной палаты, тоже неэффективно. Но в министерстве все списывают на объективные причины. Деньги были использованы рационально, просто поменялись статьи расходов. Это ежегодно бывали факты, хищений недостаточно, но в этом году как такого не было. В 2018 году? Да, да, в 2018 году. Мы же сейчас речь ведем, а в 2018 году нарушение, это выявлено, это зарушение статьи закона о государственных закупках, несоблюдение лимита потребления электрической и тепловой энергии, образование больших объемов дебютовской задолженности. Да, это нарушения, но вот эти именно большие объемы складываются из таких нарушений, которые, в принципе, здесь играют большую роль, это человеческий фактор. Счетная палата продолжает проверку на исполнение бюджета за 2018 год. Финансовые нарушения также были выявлены в Министерстве иностранных дел и в Министерстве экономики. В МИД было потрачено более 86 тысяч долларов не по назначению, но Министерство экономики за прошедшие два года в качестве премии выдало более 20 миллионов. По информации счетной палаты, финансовые нарушения в госорганах и на госпредприятиях за 2018 год составили 2,3 миллиарда сомов, из которых в бюджет вернули лишь 1,4 миллиарда.